Телеканал «Самара Гиз» совместно с ветеринарным центром «Флагман Вет» начал новый уникальный проект «Зоопатруль». Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации, и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала вместе с ними выезжает и спасает четвероногих друзей. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь. Проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 8 лет работы сотрудники центра «Флагман Вет» спасли тысячи животных. Сотни приютили. Случается, что животные получают травмы от своих же собратьев. Пациентов по кличке Маша и Малыш сотрудники в ветеринарной клинике ласково называют мужем и женой. Хотя собаки раньше никогда не жили вместе, их судьба оказалась удивительно схожей. И Маша, и Малыш пострадали от зубов своих сородичей. Собаки – это достаточно агрессивные друг к другу существа. У них есть строгая иерархия, строгие устои жизни, кто у них главный, как они слабых из своей стаи изгоняют. И, конечно, их способность причинить серьезный вред здоровью другой собаки очень высокая, очень такая яростная и, можно сказать, даже феноменальная. Лечение после укусов собак занимает долгие месяцы. И Маша, и Малыш находятся в клинике с зимы. Никто тебя не обижает? Ты такая девочка хорошая. Ты же добрая, ты же самая умная девонька моя. Все хорошо? Чего у тебя лапка зажила, моя красота? Ты только не бойся. Елена Юшина навещает Машу каждую неделю. Именно она нашла раненую и истекающую кровью собаку. Я работаю в промзоне, и у меня на базе живет 4 собаки. И с одной из них случилось страшное несчастье 30 января. Ее очень сильно погрызли собаки. Неизвестно, куда они сходили. То есть это какие-то неизвестные мне собаки, естественно. Я ее обнаружила только спустя сутки, потому что не могла ее найти на соседней базе. Она истекала кровью под снегом, на снегу сутки, очень много потеряла крови. Несмотря на тяжелые травмы, Машу смогли поставить на лапы. Правда, на улицу она пока выходить боится. Ее друг-малыш пока тоже не доверяет окружающим, но гулять на поводке все же отправляется охотно. Особенно с Еленой Кирпией. Женщина прочла в соцсетях, что на одной из стоянок города лежит раненая собака. В клинику отвезти никто ее не смог. Таксисты отказывались пускать в салон окровавленного пса. Он весь трясется. У него лапы вон трясутся, дергаются. Мы его вот на заднее сиденье. Я живу не очень далеко. Сразу взяла такси, полетела. Увидела его. Весь мокрый, весь красный. Договорилась с такси. Взяла заранее из дома. Я не знала, как везти. Я, естественно, не представляла, что он такой большой. Взяла из дома под одеяльник. Договорилась с таксистом. Ехала на моих руках малыш. В ветеринарную клинику довольно часто привозят собак, пострадавших в драках с сородичами. Как правило, конфликты между четвероногими возникают из-за территориальных споров или матери защищают своих кутят. Не обходятся без драк и собачьи свадьбы. Остановить собачью свару могут люди. Нужно что-то обязательно предпринять, потому что ничего позитивного в этом нет. Обходить стороной лучше это не стоит. Нет, собаки все равно достаточно боязливы. Их может испугать громкий звук, сигнал автомобиля, например. То есть, конечно, я не предлагаю людям бросаться и разнимать их руками. Хотя мне такое приходилось делать. Можно что-то кинуть, такое как снежок. Я не знаю, даже пусть это будет камешек, но даже если вам это кажется каким-то жестоким действием, поверьте, таким образом вы можете сохранить какой-то собаке жизнь. После выздоровления Маша и малыш вернутся в места своего обитания. Если им зоозащитники не найдут хозяев и дом. Там рыжуха по тебе скучает, и черныш, и беляш. Все спрашивают, как там наша Маша. Желающие стать хозяевами собак могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман-Вет» по телефону 8-917-817-39-19. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...